В нескольких школах Якутска отменили занятия из-за вспышки интервирусной инфекции. В том числе были выявлены факты заражения детей сирозным менингитом. Сейчас полностью приостановлена работа начальных классов в школе номер 30. Есть ли повод для паники и какова сегодня эпидемиологическая ситуация в столице, расскажет Сарглана Захарова. Интервирусная инфекция – это группа заболеваний, в основе причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. После перенесенной инфекции образуется стойкий пожизненный иммунитет. Однако, как сообщили врачи, повторные заражения вполне вероятны. Интервирусная инфекция имеет несколько сиротипов. То есть вот так, чтобы заболеть, переболеть интервирусом, и у вас будет, например, пожизненный иммунитет, как это бывает при других, то в этом случае, конечно, можно и в повторе болеть. Сегодня в столице отмечают сезонную вспышку таких заболеваний. Они могут проходить самыми разными симптомами. Оно может проявляться и как бывает в ОРВИ, то есть простудный фактор бывает велик, то есть это высокая температура, это катар верхних дыхательных путей. Некоторые разы бывает форма такая, которая выражается в диареях, то есть она протекает как острая кишечная инфекция. Ну и, конечно, такое осложнение, вот когда вирус, он бывает тропен к нервной системе, да, то это, конечно, у нас менингиты. Но в то же время специалисты успокаивают. Порог заболеваемости не превышен. Такие диагнозы, как серозный менингит энтеровирусного типа, стали чаще выявлять, так как медицина сегодня имеет возможность более точной расшифровки болезней. Раньше мы лечили эти энтеровирусы, не зная, что это энтеровирусная инфекция, потому что клиника у них разнообразная, очень полиморфная. Примечательно, что практически все заболевшие тяжелыми формами энтеровируса не были привиты от гриппа. Но пока действия вакцины на эту инфекцию еще научно не подтвердили. Врачи советуют, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать правила гигиены, знакомые всем с самого детства. Тщательно мыть перед употреблением овощи, фрукты, после посещения общественных мест мыть руки. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.